здравствуйте дорогие друзья я доктор яна березовская мы начинаем сейчас прямой эфир сейчас я прикреплю тему так тема будет посвящена эко когда эко необходимо и сегодня у меня в гостях врач репродуктолог елена николаевна моя сена сейчас она присоединится к нам и мы начнем очень интересный эфир на тему и к так я жду нашего гостя о чем мы будем говорить мы будем говорить о том когда и к показанам то есть когда невозможно от него отказаться и это единственный метод скажем решение проблемы мы поговорим проводит легко по желанию если скажем женщина не хочет ну заниматься другими видами репродукции мы обсудим вопросы от чего зависит эффективность и к можно ли проводить и к без гормональной стимуляции и противопоказания также обсудим многие другие вопросы сейчас я что моего гостя вы меня слышите хорошо дайте пожалуйста знать так что нашего гостя вы меня хорошо слышите или нет или нет может если перебивает немножко так на темой к я говорила уже не один раз и в принципе если вы следите за моими постами есть даже целый раздел бесплодие кой там отвечены многочисленные вопросы в том числе например и к связь с раком потом как как влияет на здоровье женщины и также книги малыш ты скоро есть целый раздел репродукциях о репродуктивных технологиях где я тоже разговариваю и объясняю значит людям что такое к какие последствия но естественно какие показания и многое другое так я смотрю вот добавляем вот здравствуйте здравствуйте я рада вас приветствовать у нас на на этом на прямом эфире и я уже говорила людям что сегодня мы обсуждаем тему эко и я уже рассказывал о вас немножко но если вы еще раз как бы представитесь и расскажите чем вы занимаетесь нескольких словах и дальше мы продолжим наш эфир на тему вот как раз экстракорпоральное оплодотворение здравствуйте здравствуйте все слушатели я прошу прощения немножко за задержку у нас 7 часов я через два часа планировала выйти в прямой эфир поэтому я немножко задержалась увидела что вы вышли меня зовут моя серьезно я слишком рано потому что мы с вами планировали в 7 часов по москве а у нас 7 часов по екатеринбургу но я думаю что у вас будет записи поэтому у нас посмотрят записи да я извиняюсь я просто подумала я привыкла что у меня всегда в это время и конечно и мне так сообщили мои ну администратор наверное они тоже что-то попутали ничего страшного я в любой момент готова говорить на тему эко поэтому ничего страшного меня зовут моя снялина николаевна я врач акушер гинеколог репродуктолог кандидат медицинских наук и мой стаж работы в сфере эко с 2007 года то есть уже 13 лет и с 2012 года я являюсь главным врачом клиники репродукции то есть клиника которая занимается не только ико мы проводим большое количество разных методов лечения бесплодия но одно из наших направлений лечения очень приятно да и на тему эко поступает много вопросов и в первую очередь потому что женщины начали беременеть и рожать намного позже и естественно что после 35 особенно лет уже появляются определенные проблемы с зачатием и вынашивание конечно и поэтому я я например читала статистику по западным вот этим публикациям 60 процентов женщин после 35 лет обращаются клинике репродукции за помощью так или иначе это не значит что всем будет показана эко и это не значит что это будет первая процедура которая будет показана всем поэтому давайте мы немножко поговорим о когда собственно говоря без языка не обойтись то есть действительно эта процедура показана есть в отношении бесплодия не совсем официальная статистика но она будет более понятно пациентам подписчикам есть два вида бесплодия это абсолютное бесплодие и относительное абсолютное бесплодие это то состояние то заболевание при котором без иконии обойтись то есть это когда невозможно зачать естественным путем отсутствие маточных труб да допустим две внематочные билетности у женщины трубы удалены отсутствие матки то есть это только программа суррогатного материнства отсутствие яичников врожденное заболевание приобретенное литрогенное удаление яичников то есть есть программа пост донорская циклетка к отношению своих яйцеклеток. И со стороны мужчин это отсутствие сперматозоида по экуляте, так называемый диагноз азооспермия. То есть это абсолютные формы, в любом возрасте только ЭКО поможет данной супружеской паре стать родителем. Второй вариант бесплодия, это, конечно, наибольшее количество пациентов с таким диагнозом к нам обращается, это так называемое относительное бесплодие. То есть когда нет явной причины, трубы на месте, они могут быть условно проходимы, может быть, была операция, есть эндометриоз, то есть у них нет фактора, который 100% мешает им забеременеть. И здесь в отношении направления на программу ЭКО есть достаточно, ну вот по крайней мере у нас в нашей стране, это регламентировано приказом Российской Федерации, есть сроки, то есть сроки, когда уже показано ЭКО. Поскольку ЭКО, я в работе репродуктологом в этом абсолютно уверена, это должен быть последний этап лечения бесплодия, то есть когда другие методы пациентам уже не помогли. Не помогла стимуляция, не помогла операция, не помогло лечение эндометриоза или мужского фактора. И у нас в стране, ну в принципе, у нас приказы, они все, приказы и рекомендации, они очень похожи с международными, европейскими, американскими рекомендациями. Правила таковы, что после того, как установлен диагноз бесплодие, если в течение года при применении лечения, не просто поставили диагноз бесплодие, и год пара где-то пропала, просто живут не предохраняясь, и ничего не делают. Если в течение года лечение бесплодия, оно не привело к наступлению беременности, тогда уже мы говорим об ЭКО. И второй момент, он в отношении женщин старше 35 лет, этот срок может быть сокращен до полугода. Почему? Потому что старше 35 лет есть два фактора относительно женского здоровья и ее репродуктивных возможностей. Во-первых, это количество яйцеклеток. Мы знаем, что оно у нас при рождении одно, и мы только расходуем в течение жизни своей яйцеклетки. И второе, конечно, это риск генетических изменений при созревании яйцеклетки. Тоже всем известно, что чем старше женщина, тем выше риски связаны с генетическими, с нарушениями расхождения хромосом, то есть и синдром Дауна и так далее. И не только здесь генетические заболевания, но и какие-то поломки, которые могут быть причиной потери беременности и выкидышей. Я знаю, вот недавно изучала гайдлайн британской ассоциации репродукции. Там такая фраза, не фраза, а такое замечание, что если женщина в 40 лет обратилась к врачу по вопросу планирования беременности, ее нужно сразу направить к репродуктологу. То есть если после 35 лет полугода, а в 40 уже должна быть оказана специализированная помощь в достаточно короткие сроки. Ну, рекомендации в Америке и в ряде стран, там, 3 месяца, если не получилось, скажем, планирование 40 лет и старше, то обязательно к репродуктологу. Естественно, что после 40 кардинально уменьшается яичниковый резерв, и тут очень важно не пропустить тот момент, когда вообще невозможно получить яйцеклетки даже для ЭКО. И, кстати, еще один, наверное, показатель для ЭКО при отсутствии, скажем, бесплодия, но когда в семье есть заболевания, наследственные заболевания, которые связаны с определенным геном, в частности, с половыми хромосомами, то есть поломками, или, вернее, генами, которые находятся на половых хромосомах, потому что в таком случае можно делать предэмплационное генетическое тестирование и выбирать здоровый плод, эмбрион, и подсаживать практически, то есть один из методов получения именно здорового ребенка, а не больных детей, что тоже используется как показание. Если говорить о том, может ли женщина, например, по своему желанию идти на ЭКО, то есть есть ли такой вариант, особенно в частной, скажем, где они покрываются официальными программами, государственными программами, то есть за свой счет? Я работаю сама в частной клинике, но мы работаем в том числе с пациентами по ОМС, то есть у нас два потока пациентов, государственные и пациенты, которые коммерческие. И есть такие пациенты, которые хотят сделать ЭКО, скажем так, по желанию. Это определенная прихоть, может быть, это связано с тем, что сейчас очень популярно обсуждение детей, родившихся у звезд, что у кого-то мальчик и девочка, вот как на заказ. И кажется, что это так просто и легко. Обращаются пациенты, это, конечно, редкость. Это нечастый повод обращения в клинику репродукции, но по крайней мере в нашем регионе. Но когда мы с пациентами беседуем, обсуждаем, обговариваем все риски, то есть это не просто выпить таблетку, и получился долгожданный ребенок нужного пола, родившийся под определенным знаком зодиака, как некоторые хотят. Поэтому, конечно, нет. В любом случае ЭКО – это достаточно сложная медицинская процедура, это даже комплекс процедур, в которых должны быть определенные показания. И, безусловно, мы должны взвешивать все «за» и «против». То есть «за», что у пациентов есть показания о проведении лечения методом ЭКО, это бесплодие, либо необходимость проведения генетического анализа дембрионов, а «против» – это все риски связаны с данной манипуляцией. Поэтому, по крайней мере, могу сказать, что в нашей клинике, в нашем регионе это невозможно. Я не знаю, как это может быть в других учреждениях, но по желанию ЭКО, конечно же, нет. Потому что если женщина попадет в больницу с синдромом гиперстимуляции яичников, либо у нее случится какое-то осложнение, на основании чего мы вообще сделали ЭКО и взяли в программу. Поэтому, безусловно, нет. По желанию нет, поскольку это медицинская все-таки манипуляция. Кстати, такой вот вопрос. Я знаю, что Англия, ну, вообще в многих странах Европы делают ЭКО одиноким женщинам, то есть в которых нет партнеров, именно с целью того, что они хотят иметь ребенка. В принципе, в таком случае, как бы, это ЭКО пожелание женщины. Хотя можно ведь сделать инсеминацию, да? Да, да. Да. И у меня, например, такой вопрос. Я слышала, что стоимость инсеминации, там, двух или трех инсеминаций в мире в России равнозначна стоимости ЭКО. И многие люди говорят, что, даже те, которым показаны, например, инсеминации, не показывают ЭКО, говорят, что им проще, например, пойти по ЭКО-программе, там, или собрать деньги и пойти на ЭКО, чем потратить на 2 или 3 инсеминации, которые могут быть совершенно неэффективны, но стоят очень дорого. Я знаю, что в других странах Европы с инсеминацией очень дешевые, и в Швеции, например, 9 инсеминаций вообще бесплатные, как бы входит в программу лечения бесплодия. Поэтому такой вот вопрос, немножко в сторону от ЭКО. Вас в клинике, например, делают инсеминации, а не просто там, скажем, сразу, если не получают, в течение года лечений сразу к ЭКО? Или все-таки инсеминации проводятся? Бешевой вариант, но в то же время, которому есть место в репродуктивной медицине? Да, безусловно. Программа инсеминации проводится, она проводится во всех организациях. По стоимости 3 инсеминации, это примерно стоимость, наверное, третьей программы ЭКО. Это не стоимость полноценной программы ЭКО. Но в отношении инсеминации, для кого они эффективны? Безусловно, если это женщина молодого, с хорошим запасом яйцеклеток, возраста до 35 лет, обращается, и она хочет воспользоваться спермой донора, безусловно, мы будем говорить об инсеминации, в данном случае мы не будем говорить об ЭКО. Но если мы говорим о бесплодии неясного генеза, и тоже в рекомендациях это указано, не в российских, что вариантом лечения бесплодия неясного генеза, когда у пары есть бесплодие, но все вроде бы хорошо, трубы проходимые, сперма хорошая, есть обуляция, молодой достаточно возраст, рассматривается вариант проведения 3-6 циклов инсеминации, и если не получается, уже планировать программу ЭКО. Однако там уже написано, что проведение инсеминации незначимо повышает вероятность в сравнении с просто регулярной половой жизнью в данной супружеской паре. Поэтому в отношении инсеминации могу сказать, что даже по собственному опыту, хотя это очень такой низкий уровень экспертности в сфере доказательной медицины, конечно, если пара приходится стажем бесплодия 4-5-6 лет, но инсеминация здесь будет неэффективна, она равнозначна тому же самому половому контакту, там условно вне эволюции. Если это пара, у которой есть сложности с половой жизнью, какие-то нарушения сексуально-эволюционной дисфункции, допустим, у мужа, какие-то психологические проблемы, может быть, в агенизм у женщины, когда половой контакт, вероятность ее зачатия естественным путем ей причиняет дискомфорт. Бывают ситуации, когда супруги живут в разных городах, либо особенность работы такова, что они часто в командировках, либо мужу езжают, вахтами там работают, и они просто не попадают в нужные дни. Вот в этом случае инсеминация будет оправдана. Но в инсеминации, как этап лечения при бесплодии неясного генеза, мы с пациентами, как правило, объясняем и не применяем, потому что, опять же, это у нас не проводится в России бесплатно. Мы здесь заменяем тем, что мы мониторим овуляцию, планируем наиболее выгодные дни для зачатия и рекомендуем в эти дни жить им половой жизнью. По сути, это альтернатива инсеминации примерно сопоставимой эффективностью. Всем, кто присоединился к нам, конечно, раньше планированного времени, я хочу напомнить, что мы говорим о том, когда без ЭКО не обойтись, то есть тема нашего эфира Тайко. И у нас в гостях Елена Николаевна Маясина. Поэтому вопросы, которые вы задаете, мы постараемся ответить по ходу эфира, то есть ближе к концу. А сейчас мы разбираем основные важные моменты ЭКО для того, чтобы вы понимали, что это за процедура, какие имеет она противопоказания, показания и многие другие нюансы этой репродуктивной технологии. И я постараюсь сохранить эфир, если мне технологии позволят иногда сбои, но всё-таки постараемся сохранить эфир, и тогда вы сможете посмотреть этот эфир на видеоканале. Итак, продолжаем тему ЭКО. Вот знаете, какой момент, который не понимают очень многие женщины, с которыми особенно я, например, беседую, что ЭКО это может быть как своим биологическим материалом, так и с чужеродным, то есть с донорскими, донорская сперма, донорские циклетки, даже донорские эмбрионы. И многие не понимают, что есть ограничения даже в применении собственного материала, это раз, особенно с возрастом. И что биологически, ведь женщина не будет генетически, гиологически мамой, скажем, если она будет использовать донорские циклетки, то есть она будет выполнять роль суррогатного материнства, скажем так. Или же отец не будет, мужчина не будет биологическим отцом, он использует донорскую сперму. Ну и если донорское эмбрион, то тогда, естественно, родители просто, мама будет выполнять роль суррогатной мамы. Я это сказала, и я хочу, чтобы подтвердили мои слова в том плане, что, может, они будут доходить эти слова до людей больше, потому что, ну, одно дело, когда говорит один человек, а другое дело другое, что, наверное, людям нужно объяснять чаще при проведении ЭКО именно в плане отношения их генетического родства к потомству, который они получат. То есть... Здесь я соглашусь, и не соглашусь. Мы с вами обе мамы, и это большое счастье, что у нас есть и дети. Дело в том, что в отношении донорского материала, если мы говорим о донорской яйцеклетке, безусловно, есть пациенты, которые сомневаются. У меня совсем недавно была пациента на приёме, но там у других вариантов, кроме как донорской программы, нет. Женщина с очень несчастной, репродуктивной такой судьбой, она расплакалась на приёме. Ну, мы честно побеседовали, поговорили, и она говорит, я не могу принять. Я ей сказала, что вы пока не готовы к донорской программе, и я не буду вас заставлять говорить, что не теряйте время, давайте быстрее, ребёнка нужно вырастить и так далее. Дело в том, что психологически женщина, конечно, должна быть готова к тому, что она вынашивает генетически не своего ребёнка, но она вынашивает ребёнка. Соответственно, все эмоции, которые испытывает беременная женщина, в том числе и неприятные токсикозы и всё остальное, но эти приятные ощущения, они абсолютно ничем не сравнимы, когда в тебе растёт новая жизнь, когда ты чувствуешь, что в тебе бьётся сердце новое, когда тебя пинают маленькие ножки. Потом, когда рождается ребёнок, мама, родившая ребёнка донорской яйцеклетки, она кормит его своей грудью. Вот эта связь между мамой и ребёнком, она, безусловно, здесь, да даже на гормональном уровне, она очень сильна. И я, конечно, общаюсь не со всеми пациентами, ну, это которые родили, не все пациенты приходят потом в гости, но мы с кем-то с большей частью поддерживаем связь. И вот те мамы, которые родились с применением донорской яйцеклетки, они стараются об этом забыть и не вспоминать, уже, когда у них родился ребёнок. Более того, когда они занимаются малышом, когда ребёнок проводят с мамой, мы же всё равно дети копируют и нашу мимику, да, и какие-то наши эмоции. Они видят в себе, в ребёнке видят своего собственного ребёнка. Но к этому женщина должна быть психологически готова. То есть если она идёт на донорскую яйцеклетку, потому что возраст, надо, муж заставляет, там, не знаю, общество давить, конечно нет. Тогда она будет видеть в ребёнке то, что она будет видеть чужое. Поэтому, а психологически, если она к этому готова, она выносила, родила, кормила груди, испытала всё, что связано с гормонами беременности, безусловно, она будет к этому ребёнку относиться как к своему. С мужчинами сложнее, потому что мужчина здесь, он вот только выполняет функцию отца, когда ребёнок родился. Здесь, конечно, ему психологически бывает достаточно тяжело принять это решение. И многие пары, кому рекомендована донорская сперма, они, честно скажу, после консультации, или когда мы приходим к такому решению, они не часто возвращаются. Не все готовы. Да, к сожалению, это случается. И, в принципе, на Западе, я заметила, как-то более проще смотрят к этому. То есть всё-таки большее количество женщин и мужчин идёт именно в отношении донорских эмбрионов или донорских лициклеток сперматозоидов. И потому что на Западе также высокий уровень усыновления, причём берут разных народов с Азии, потому что дешевле, скажем, с Африки, потому что дешевле. Вот, и законы не такие жёсткие в других странах. Поэтому, в принципе, да, этому место есть. Но я поняла этот вопрос, чтобы просто женщины понимали, что не всегда есть возможность получить ребёнка именно от конкретного отца, или от себя лично, то есть, ну, как бы от иметь яйциклетки. Поэтому нужно понимать. Особенно это случается с возрастом, после 40 лет. Очень часто стоит вопрос о донорских яйциклетках, и это нужно понимать и не обижаться, если врач говорит, что ваши яйциклетки слишком старые, или мы не можем получить достаточное количество яйциклеток, потому что, ну, не можем, вот и всё, значит, нет реакции яичников, нет запаса и так далее. То есть это важный момент. Давайте также мы ещё поговорим, а какие вот есть противопоказания для ЭКО, хотя они в основном относительные, потому что есть ещё и суррогатное материнство, скажем так, даже если нет матки, например, или, ну, в целом, есть ли какие-то абсолютные противопоказания, и относительно, мы, наверное, не будем все перечислять, но самые распространённые. Противопоказания ЭКО тоже можно разделить на две группы. Первая группа – это противопоказания к вынашиванию беременности, то есть когда женщина не может выносить, но мы можем её простимулировать и получить у неё яйциклетки, её генетические эмбрионы. И вторая группа противопоказаний – это когда женщине противопоказана стимуляция, когда мы не можем назначать гормоны и заставлять одномоментно расти несколько поликул. Среди этих заболеваний – те, при которых противопоказана гормональная стимуляция, то есть это, как правило, либо тромбоз в анамнезе у женщины, и то в некоторых случаях нам разрешают специалисты проводить программу таких пациенток. Это ряд злокачественных новообразований гормонозависимых. Вот сегодня я как раз публиковала пост на эту тему про онкофертильность, про возможности сохранения запаса резерва яичников до того, как проводится лечение, химию или лучевая терапия. Это любые заболевания инфекционные в стадии обострения, то есть вторая стадия ВИЧ-инфекции, допустим, либо острая форма гепатита. Это хронические заболевания в стадии декомпенсации, то есть тяжёлая форма гипертонической болезни, почечная недостаточность, то есть, допустим, пациентку с одной почкой и почечной недостаточностью, которая показана гемодиализм, мы можем провести минимальную стимуляцию, не приводя к гиперстимуляции, получив 2-3 циклетки, это нам не запрещают урологи, нефрологи, но мы не можем ей сделать перенос, то есть в этом случае будет только лишь программа срогатного материнства. Поэтому здесь нужно разделять на два момента. Те пациентки, которым противопоказана гормональная стимуляция, но они могут выносить, хотя здесь вопрос такой очень странный, потому что сама по себе беременность это очень мощная гормональная нагрузка, она в разы выше, чем 1-2-3 стимуляции. Поэтому если женщины не разрешают стимулировать, и говорят только ЭКО в естественном цикле без гормонов, пожалуйста, мы это делаем, но тогда мы не должны переносить эмбрион, потому что у нее высокие риски есть именно в течение беременности, тогда оптимально, конечно, воспользоваться помощью срогатной мамы. Но если есть заключение консилиума, либо смешанного специалиста о том, что она может выносить, но мы не можем ее стимулировать, повышать уровень эстрогенов, мы идем здесь на программу ЭКО в естественном цикле. Да, и это очень хорошая тема в плане как раз противопоказаний, потому что есть варианты. Кстати, в Канаде и Америке, в большинстве штатов срогатное материнство запрещено, поэтому тут часто пользуются заграничными срогатными мамами, и в некоторых странах это даже как бы бизнес определенный, то есть здесь агентство, агентство по предоставлению срогатных матерей. Да, кстати, я тут вспомню один такой миф, потому что тоже относится в какой-то степени к какой-то вынашиванию ребенка другой женщины, о телегании. Это миф о том, что якобы матка запоминает всех мужчин, все сперматозоиды, и откладывает отпечаток на будущее потомство. Кстати, мне пишут из Казахстана, Киргизии, женщины, что там даже в школах телегании начали преподавать, что вообще в голову не укладывается, кому этот бред, вообще бредовая идея перешла, ну, как бы в голову. А вот вы как специалист просто подтвердите, что неважно, кто вы наш, рекомендует, здесь никакого влияния, ну, кроме там, что женщина кушает какую-то пищу, курит мясо, что срогатных матерей подбирают, совершенно здоровых женщин, которые не используют никакие медикаменты, ничем не больные, то есть это здоровая женщина, да, то есть не нужно бояться суррогатного материнства в том случае, если действительно придется этим воспользоваться, потому что никакой телегании не существует, это все наука, и при возможности, если у меня, например, знакомая одна врач, ей 45 лет, и у нее замороженные есть, значит, брионы с предыдущего цикла, с предыдущего ЭКО, и вот оказывается, ей там есть показания сейчас к вынашиванию, я говорю, воспользуйся суррогатным материнством, тем более у них не запрещено это, она сразу, нет, это же не будет мой ребенок, это же будет вынашивать женщину чужая, это исключено, вы представляете, мне очень трудно ее убедить, что это ее ребенок, и что женщина выполняет роль инкубатора всего лишь, и тут никаких глупых для них псевдонаук влияний, это, конечно, ну, она так и не убедилась, и ей жалко выбрать, говорю, хорошо, не хочешь делать, типа, ну, не хочешь использовать эмбрионы, подари кому-то, а потому что не жалко убивать, ну, так тоже неправильно, или говорю, подари, пожалуйста, эмбрионы кому-то, или воспользуйся суррогатной мамой, будешь иметь своего ребенка, к сожалению, для многих это дилемма, потому что они не понимают как раз вот эти тонкие связи, взаимосвязи между, скажем, материнским организмом и плотом, как на биологическом уровне, на генетическом, так и на обычном, когда женщина вынашивает, выполняет роль инкубатора, фактически, для ребенка. Более того, есть такие программы, они очень, ну, достаточно редкие, когда женщина не может выносить, и у нее уже нет возможности получения яйцеклеток, мы вообще используем донорскую яйцеклетку, сперму мужа и суррогатную маму, то есть женщина в этой ситуации просто подписывает, ну, по сути, бумаги, и потом у нее рождается ребенок, которому она не генетически, не вынашивала беременность, и генетически не ее, и она тоже счастлива, потому что у нее задача ребенок. Если есть задача, что мне нужен ребенок, мне нужен здоровый ребенок, это должно быть первоочередным для женщины, вот и мы, когда разговариваем о старшем возрасте, когда мы говорим о донорских программах или говорим о возможностях, что если делать с вашими клетками, то это ПГД в любом случае, да, в 42 года, высказывает, что будут генетические нарушения, возможно, 3-4 программы придется провести, ни одного эмбриона не получим. И для некоторых женщин, вот что, мне нужно мое, вот только мое, а на второй-третьей программе, когда она уже видит то, что нет результата, то, что она, мы не получаем эмбрионы, которые мы можем перенести, она уже подходит морально, она готова к донорству. Но для этого ей нужно потратить время, большую сумму денег и подвергнуть себе гормональной стимуляции. Поэтому вопрос консультирования, вот этого развеивания мифов, когда мы принимаем решение перед, для пациентка о том или ином методе, мы должны в первую очередь говорить о эффективности лечения и о том, какая у нас стоит задача. Наша задача же не просто беременность, беременность это только начало пути, это промежуточный этап в сфере ЭКО. Наша задача это рождение здорового ребенка и задача врача-репродуктолога предложить вариант, когда это будет наименее опасно, то есть самый безопасный вариант и самый быстрый вариант, потому что время тоже имеет значение в нашей сфере деятельности. Перед тем, как мы продолжим о последствиях ЭКО, то есть побочных эффектов, я вот хочу поднять тоже один вопрос, вопрос многоплодной беременности. Очень важное представление у людей многоплодной беременности, потому что я получаю часто много таких вопросов, как, что мне сделать, чтобы родить там сразу двоих или троих, выносить, какие лекарства принимать, может мне на ЭКО пойти, чтобы сразу двое не родить. И трудно объяснять людям, что многоплодная беременность считается патологической беременностью, потому что человек создан для одной беременности. И фактически опыт ЭКО показывает, что сейчас пересаживают, то есть переносят в основном один эмбрион, потому что выживаемость таких эмбрионов и развитие беременности намного лучше. Раньше мы теряли беременность как раз из-за многоплодной беременности. Мы теряли очень высокий уровень преждевременных родов, высокий уровень был детей незрелых, которые часто умирали. Поэтому уровень даже по сравнению ЭКО, как раз аффективность ЭКО значительно поменялась. Ну как, после того, как мы начали пересаживать, ну я говорю, мне у них говорят, не говорите пересаживать, это неправильно, переносить. Я понимаю, но это чисто по-народному, да? Ну это понятно. Переносить эмбрион, значит, именно один эмбрион. И просто как эксперт есть же все-таки показания, когда можно, ну, то есть можно подразить два эмбриона и три, я знаю. И в принципе, если женщина говорит, а я хочу два эмбриона, а не один, что делать в таком случае? Ну вот в отношении, да, в абсолютно право, на сегодняшний многоплодие это считается даже осложнением ЭКО, то есть это одно из осложнений ЭКО, из-за что у нас вот эта сложившаяся давняя нелюбовь экушерок и педиатров, которая все сейчас переходит уже в большую любовь, это то, что, конечно, огромнейший процент многоплодия, когда ЭКО только начиналось, ну вот последние, наверное, лет 5-6 идет тенденция к переносу одного эмбриона. Одного. Одного. Когда я начинала работать седьмой год, мы стандартно переносили два эмбриона, если переносили один, мы даже расстраивались, потому что мы думали, мы снижаем женщине шансы. Но надо признать, что на тот момент, лет 10 назад, сама по себе экушерок во многом зависит от лаборатории, от того, где растут эмбрионы, какие созданы условия, какие среды, какой воздух, вентиляция, чистые помещения и так далее. И сейчас современные условия работы лаборатории ЭКО, именно эмбриологической части, они абсолютно спокойно, мы сейчас вообще перестали, отказались от переноса эмбрионов на третьи сутки, когда, ну, вам это известно, тем не менее, озвучу, что имплантация происходит, для подписчиков, имплантация происходит прикрепление на пятые сутки развития эмбриона, в обычной жизни точно так же. А когда мы делаем перенос на третьи сутки, ему еще два дня нужно продолжить развитие и потом только в полости матки прикрепиться. И когда он оказался в полости матки, мы не можем проследить, вообще он дожил до этого состояния либо нет. И современные... Я вас перебью, я просто напомню нашим подписчикам, слушателям, что немножко момент зачатия, что зачатие происходит в маточной трубе. И эмбрион движется приблизительно 3-4, ну 4 дня, чтобы попасть в полость матки. И он еще в подвешенном состоянии 2 дня. То есть есть определенное вот это окно имплантации, как мы называем, когда уже и эндометрий готов, и фактически он начинает имплантироваться как раз с пятого дня на шестой, седьмой день идет уже реальная имплантация. Поэтому меня действительно тоже всегда удивляли такие моменты, почему был период, когда подсаживали на третий день, значит, когда, собственно говоря, уже можно проследить не только качество эмбриона, его деление, можно сделать персонную диагностику и подсадить, скажем, здоровый эмбрион, да? То есть действительно меняется, репродукция меняет свои взгляды, и я вот тут хочу просто, так сказать, сказать очень такую фразу, что ЭКО сейчас современное приближает, старается приблизиться к натуральному естественному процессу. То есть мы учитываем каждый день теперь по-другому, и поэтому успех ЭКО, потому что казалось, от чего зависит эффективность ЭКО, от здорового эмбриона и готовности принять этот эмбрион, и между ними должны идти переговоры, поэтому мы можем проследить лучше здорового эмбриона, когда он чуть больше, все правильно. Извините, что перебила, и, собственно говоря, возвращаясь к многоплодным березе переноса одного эмбриона, да. Да, ну вот спасибо большое за дополнение, поэтому сейчас, раньше почему переносили на третьи сутки, просто технология не позволяла доращивать эмбрионы, то есть были не те возможности, не те условия, не те среды. Сейчас это во всех клиниках доступно и возможно. И когда мы переносим все-таки два, когда мы переносим один эмбрион, вот 100%, это если было ПГД, то есть мы знаем, что это генетический эмбрион без кромосомных нарушений, а попытка ЭКО молодой возраст, то есть у них низкий риск того, что будет отрицательный результат и низкий риск того, что эмбрион может быть с генетическими нарушениями. Когда мы переносим два эмбриона, и это тоже прописано в рекомендациях, в рекомендациях, да, если это эмбрионы, ну, на пятый сутки есть определенная классификация эмбрионов, если проще сказать, степень их зрелости, да, то есть вот от семечка до растения, вот, если эмбрионы на стадии еще как бы семечки, мы понимаем, что в этой ситуации, наверное, имеет смысл перенести два, потому что, в принципе, шансы невысокие, но это редкая история. И вторая группа пациентов, это те, у которых были неоднократно неудачные программы ЭКО, два и более переноса, и по каким-то причинам, ну, как правило, это вопрос финансов, они отказываются от генетического тестирования, потому что, не знаю, сколько это стоит, ну, я полагаю, что недешево в Америке, Европе и в Канаде, и в России, это тоже процедура не самая дешёвая, не все могут себе её позволить. И третье показание, когда мы можем перенести два эмбриона, это женщина, если возраст женщины старше 37 лет, и она отказывается от ПГД, тогда да, тогда, перенося два эмбриона, мы незначимо повышаем процент многоплодия, но мы повышаем вероятность, в принципе, её наступления беременности. Но даже если я у женщины в 48, в 47, в 45, нет, я, наверное, перепрощила, в 42-43 года, да, в 38 лет, на пятой сутке у нас есть 4 эмбриона хорошего качества, я, конечно, перенесу ей один эмбрион, остальные мы заморозим на будущее, по возможности, если нам будет согласна с делом ПГД. Поэтому здесь определённый есть страх у врача, я думаю ещё, что потом её обвинит пациент, чтобы мне мало перенесли и не наступила беременность. Но это, опять же, вопрос консультации, вопрос понимания своей работы, уверенности в своей эмбриологической службе и правильное консультирование пациентов. Я обычно говорю пациентам, что двойни, это красиво, вот на картинке, на фотографии, но я просто, у меня нет фотографий детей, которые родились с ДЦП, которые преждевременные роды, что всё это совсем-совсем непросто. Да, та же шейка матки, она намного выше риск тисмикоцервикальной недостаточности, в принципе, выкидывая до 20 недель при двойни. Поэтому обычно, консультируя пациентов и разъясняя, мы абсолютно спокойно приходим к согласию переноса одного эмбриона. И что самое интересное, обычно переносы двух настаивают мужчины, потому что им кажется, ну как там, любимая фраза, ну один раз отстрелялась, вроде как бы и всё. Но это, конечно, в корне неправильно. И если пациентка говорит, что вот муж настаивает на переносе двух эмбрионов, я всегда приглашаю мужа на консультацию и подробно ему об этом рассказываю, объясняю, чтобы он понимал, и мы переносим один эмбрион. В среднем по клинике, я необычно, вернее, ежегодно делаю статистику, вот если мы года, наверное, 4-5 назад, у нас среднее количество переносимых эмбрионов было 1,7, ну то есть вот на всех пациентов, то сейчас по клинике у нас среднее количество переносимых эмбрионов 1,2, то есть в 80% случаев мы переносим один эмбрион в полость матки. И при этом мы не теряем эффективность, и мы имеем такую же эффективность, как и чуть раньше. То есть это не сказывается, это не снижает шансы на наступление беременности, но значимо повышает шанс на рождение здорового ребёнка и благополучное течение беременности. Я допомню, что поскольку в истории ЭКО и вообще вот за последние годы у нас есть много примеров, когда успешно приживались, имплантировались эмбрионы и женщин с матками, то есть женщин в возрасте 50 за 50, даже 60 и 70 лет. То есть нужно понимать, что подготовить матку это не проблема, и подготовка не требует огромных усилий и даже огромных гормональных нагрузок на самом деле. Но именно получение здоровых эмбрионов это залог того, что такие эмбрионы, они активны, они как, извините за сравнение, как раковые опухоли, они стараются внедриться побыстрее и надёжнее. То есть они действительно имеют очень уровень, высокий уровень внедрения, прогрессии. И тут важно понимать, что именно здоровье, когда начали анализировать длительный период времени, от чего зависит успех ЭКО на первом месте всегда был, ну оказался, и до сих пор есть это качество эмбриона. То есть качество эмбриона, поэтому от этого действительно это очень важную роль играет именно качество эмбриона. Если говорить о побочных эффектах, давайте их тоже, конечно, много, но может быть, и в зависимости тут же тоже несколько этапов ЭКО, люди должны понимать, что средства могут быть связаны с разными этапами ЭКО. Но какие самые распространённые побочные эффекты ЭКО? Ну, самые распространённые, на сегодняшний день всё меньше и меньше получают распространение, это синдром гиперстимуляции яичников, то есть когда яичники на дозу, назначенную для стимуляции, отвечают неадекватно, либо доза подобрана неправильно, и в ответ на это одномоментно растёт сразу много фолликулов, 20, 25, 30 фолликулов. Но если раньше, опять же, лет 10 назад это были пациенты, которые даже попадали в реанимацию, и у них были осложнения в виде тяжёлых тромбозов, пневмотораксов, скопления жидкости в лёгких, но это были реанимационные тяжёлые больные, и у меня в практике были такие пациенты, вот ещё лет 10 назад. Сейчас разработаны, внедрены, но это всё тоже началось с западной медицины, с европейской медицины, но это уже очень широко внедрено в нашу российскую практику, методы профилактики. Мы научились с этим состоянием бороться, и вот в отношении доноров яйцеклеток, то есть мы всегда стимулируем доноров много, чтобы мы с одной программы получили много яйцеклеток, но современные схемы, те же особенности проявления стимуляции, они сводят гиперстимуляцию до нуля. То есть вот за последние годы, у меня практически, ну я имею в виду клинику, в которой я работаю, у меня лично, у нас не было тяжёлых случаев гиперстимуляции. Здесь очень простые правила, это ряд определённых особенностей самой стимуляции, я думаю, это не очень интересно подписчикам технические моменты. И второй очень важный момент, это не делать перенос эмбриона, когда яичники слишком большие, потому что есть она крупные, огромные яичники, которые вырабатывают большое количество эстрадиола, прогестерона. Мы перенесём в матку эмбрион, он внедрится, шансы на беременность высокие у такой группы пациентов, начнёт вырабатывать ХГЧ, ХГЧ что делает? Стимулирует яичник, чтобы поддержать беременность. И уровень эстрадиола, он превышает все возможные границы, это опасно очень тяжёлыми осложнениями, вот повторюсь, в том числе тромбозами и так далее. И в некоторых ситуациях были случаи, когда просто вынуждены были прерывать беременность, несмотря на то, что экоидолгожданно, чтобы просто спасти женщину. Это такие уже не совсем давние исторические факты, но это вот несколько лет назад были такие истории. Сейчас этого практически нет, потому что технология заморозки эмбрионов очень отлажена, отработана во всём мире. Есть даже некоторые клиники, которые работают по стратегии КРИЗОВ, они вообще в свежем цикле стимуляции не переносят никогда и никому. У нас где-то процентов, наверное, 40, мы уходим полностью в заморозку эмбрионов и не переносим, если у пациентов есть риски, в том числе это гиперстимуляция. Второй момент, который всегда волнует всех, и опять же, это очень такая тема популярная, она очень злободневная, она очень интересная, это взаимодействие связь эко и онкологии. Безусловно, это тема, которая всех интересует. Особенно после смерти двух российских известностей, которые перед этим имели эко, и это все люди связывают это якобы с репродукцией и прочим-прочим. Да, здесь, безусловно, нас, как врачи-репродуктологов, нам же не просто нужно сделать эко, и я всегда изучаю и читаю статьи по здоровью детей, это, наверное, у меня топ статей, которые я изучаю в своей сфере, это в отношении здоровых детей и в отношении онкологии. Что мы можем сказать на сегодня? Конечно, все меняется, все развивается, что мы имеем на сегодня? Почему боятся, почему вообще вот такая взаимосвязь возникла, что эко и рак? Здесь не связано с моментом пункции, получения цикле, это культивирование эмбрионов, это не связано с онкологией, вопрос только лишь о гормональной стимуляции. Но гормональная стимуляция, что она из себя представляет? Мы назначаем препараты ФСГ и ЛГ, это тоже самые гормоны, которые вырабатывают нашим головным мозгом, особенность этих препаратов в том, что они не накапливаются в организме, то есть через сутки они уже выводятся, их нет концентрации, но они вызывают рост фолликулов, они вызывают гиперэстрогению, большое количество эстрогенов. И безусловно, если в организме есть какие-то эстрогены, что вызывают? Пролиферацию, эндометрия и очагов, которые, может быть, не очень хорошие, скажем так. Поэтому в отношении взаимосвязи рака, онкологических процессов и ЭКО мы можем только говорить в отношении гормонозависимых процессов. То есть даже то заболевание, которое, к сожалению, привело к витальному исходу известных людей, это опухоль головного мозга, это гормоннезависимая опухоль. И мы знаем примеры тоже среди известных людей мужского пола, которые погибли от этой же локализации опухолей, у которых, естественно, не было ЭКО. Здесь, безусловно, речь о взаимосвязи между ЭКО и гормоннезависимыми процессами, гормоннезависимыми формами рака. И, прежде всего, это риск рака молочной железы, риск рака яичников, эндометрия. Ну, рак шейкемат не относится к гормоннезависимым. Более того, есть рецепторы к эстрогенам, мы знаем, что в щитовидной железе, в коже и в прямой кишке. Начинаем изучать информацию. Конечно, публикации огромное количество, и мы ориентируемся, безусловно, на какие-то крупные рекомендации, это гайдлайны международные, да, либо какие-то крупные обсорты. И вот один из крупнейших гайдлайнов был выпущен американский тоже в 2016 году. Он очень большой, но суть какая, что не установлена взаимосвязь между риском онкологических процессов у пациентов, которые подвергались ЭКО в отношении рака молочной железы, щитовидной железы и так далее. Установлено, что само по себе бесплодие, что само по себе раннее начало менструации у девочки, да, там 10 в 11 лет, бесплодие, отсутствие родов, отсутствие лактации, это тоже факторы риска, которые, к сожалению, приводят, входят в идеологию заболеваний рака молочной железы. Что я могу сказать? Это, я не говорю, что ЭКО безопасно, безусловно, нет. Иногда приходят пациенты, и я прошу обновить анализы, там, тот же УЗИ молочных желез, маммографию и там, консультацию, заключение терапевта, они говорят, ну вот мы делали 2 года назад, ну зачем все же было нормально? Вот это ни в коем случае нельзя допускать, потому что, поскольку ЭКО это серьезная манипуляция, и это все-таки достаточно серьезная гормональная нагрузка, повторюсь, не за счет препаратов, а за счет реакции. Потому что, если мы стимулируем женщину с низким резервом, получаем 2 фолликула, там не будет гиперэстрогении и всех вот этих рисков возможных. А если мы стимулируем женщину и получаем у нее 25 фолликул, там совсем другая будет история. Да. Поэтому в отношении ЭКО мы должны понимать, что здесь со стороны женщины и со стороны врача всегда должна быть онко-насторожность, всегда. И безусловно, если мы видим по узи молочных желез какие-то очаговые образования, фиброаденома, лучше пропунктировать до стимуляции, убедиться, что там все доброкачественно, получить заключение маммолога и спокойно проводить программу ЭКО. Если есть какие-то минимальные подозрения, убрать фиброаденому, получить гистологию. Ну и, соответственно, потом уже планировать ЭКО. Что касается вот всех же исследований, большой тоже крупный обзор. Вот я готовясь к эфиру и вот даже распечатала как шпаргалку. Большой крупный обзор в 2019 году опубликован иранскими учеными. Там проводился тоже анализ 80 с лишним статей. Много публикаций. И вот в отношении рака молочной железы все-таки большинство исследований показало, что нет прямой взаимосвязи. Нет. Однако есть риск у пациенток, у которых есть наследственный риск, то есть у которых по женской линии у мамы, у бабушки, у прабабушки были случаи онкологических процессов рака молочной железы. То есть есть наследственный. Таким пациенткам не нужно отказываться от ЭКО, но им нужно обязательно тщательно следить за состоянием здоровья молочных желез. Что касается в отношении рака яичников, это очень тема непростая, потому что публикации, которые появляются в последнее время, они даже не об ЭКО, а они даже о стимуляции. И здесь интересны вот очень данные о том, что стимуляция кластилбегита более года и более 8 циклов это один из факторов риска онкологического процесса в яичнике. Поэтому вот в отношении такого этапа лечения как стимуляция, мы тоже его используем и прибегаем безусловно до ЭКО. Здесь мы должны тоже иметь временные рамки. То есть не нужно стимулировать женщину год-полтора, потому что вот сама по себе стимуляция длительная, она опаснее будет, чем один цикл ЭКО, с которым мы получим эмбрион, и она забеременеется намного больше вероятностей. Поэтому онконосторожность, она безусловно должна быть, но мы должны понимать, что вот прямой взаимосвязи ЭКО и РАК на сегодняшний день не установлено. Но и отрицать, что гормональная стимуляция абсолютно безопасна, и она ни на что не повлияет, это, конечно, тоже с моей стороны будет неправильно, и со стороны любого репродуктолога. Важно готовиться к программе, проходить обязательно скрининговые осмотры, обследования, и иметь свежий анализ перед программой ЭКО, потому что это здоровье, это будущее. Да. А минус большинства исследований, которые существуют даже в плане изучения возникновения рака, тот, что большинство этих исследований не учитывало наличие беременности именно путем, скажем, ЭКО. То есть обычно изучали, была беременность, не была беременность, но как раз только сейчас начали собирать определенные данные, каким методом была получена эта беременность, какие препараты. То есть здесь много пробелов, которые нужно заполнять, и это тоже должен быть какой-то временной период, 20 даже лет, даже 30 лет, чтобы увидеть, какая частота развития, скажем, этой группы и той группы, то есть контрольной группы, которые не проходили через ЭКО. У нас осталось буквально 45 минут эфира, и да, мы можем на эту тему говорить часами, потому что это не очень важно. Но перед тем, как мы ответим на пару вопросов, я хотела еще сказать, задать вопрос один, значит, смотрите, практически все международные протоколы перешли на прогестеронную поддержку в течение 15 дней, то есть 2 недели. То есть, что, ну, вот эти схемы, даже было много публикаций уже на эту тему, как долго используют прогестеронную поддержку, скажем, в вашем центре, и используются, скажем, старыми метами, то есть до первого сельцебиения, или же до роста ХГЧ, то есть, какое преимущество, ну, как бы, чему вы даете преимущество в наблюдении и вот этой прогестеронной поддержке своих пациентов? Ну, если мы говорим, потому что, если мы говорим о донорских программах и криопереносах, когда нет своей эволюции, там понятно, что длительно необходима поддержка, нет желтого тела. Если говорить о программах ЭКО-переноса в свежем цикле, мы все-таки не меняем дозировки до первого сердцебиения, пока нам страшно. До первого сердцебиения. Ну, первое сердце, это приблизительно 6 недель. Акушерский 6 недель, да. Акушерский 6 недель, это практически будет 4 недели после переноса, да, получается, да. Вот, значит, ну, вот, это так, несколько словах, а сейчас мы ответим хотя бы на несколько вопросов, потому что время бежит, да? Да, у нас 10 минут доставок. Вы можете, кстати, я думаю, если у вас получится сохранить эфир, я смогу ответить в комментариях, я зайду к вам в аккаунт и смогу ответить в комментариях, если появится вопрос. Да, давайте так мы сделаем, мы разместим этот эфир, мы постараемся разместить на видеоканале, и тогда все, кто не получит ответ или захочет ответ на какой-то вопрос, я слышу, что не клинический случай. Да, очень интересный вопрос, как получить качественный эмбрион, что зависит от женщины? От женщины зависит, ну, вообще, вот это, кстати, очень хороший вопрос, потому что, когда приходят в клинику и по ощущение, что все, мы пришли, делайте нам беременность, но, к сожалению, врачи тоже не все сильные, и очень много зависит от женщины. В первую очередь, это возраст, это тот фактор, который мы поменять не можем, чем старше женщина, тем, к сожалению, ниже шансы на получение качественного эмбриона. Тот фактор, на который 100% может повлиять женщина, это масса тела, потому что ожирение, да, избыточная масса тела не так, но вот ожирение, особенно второй и третьей степени, это там 100-110 килограмм веса, это значимо снижение количества получаемых яйцеклеток, количество эмбрионов и, в принципе, частоты наступления беременности, как минимум процентов на 10. Поэтому подготовка к кокосу со стороны женщины очень нужна. Каких-то специализированных препаратов, которые бы позволили улучшать качество яйцеклеток либо улучшать качество эмбрионов, нет, но если мы имеем у пациентки в анамнезе уже проведенную попытку, которая не принесла нам нужный результат, мы анализируем обязательно схему стимуляции протокол, чем стимулировали, какая доза, какая применяла схема, и, возможно, и, как правило, мы что-то меняем в этой схеме. Стараемся этим улучшать. Кстати, я добавлю о весе, потому что вот все говорят о ожирении-ожирении, а уже появились данные, что недовес тоже кардинально влияет на репродукцию, и вот оказывается, репродуктивный индекс массы тела минимальный, это не 18,5, как обычно оно считается здоровым. Сейчас многие врачи говорят, что должно быть индекс массы тела 19, чтобы получить хорошую реакцию, скажем, чтобы можно было не только изучать ребенка, но даже проведение ЭКО, они требуют набрать вес, тем, что у женщин, у которых есть выраженная недовесность. Женщины с дефицитом массы тела, они очень угрожаемы на гиперстимуляцию, поэтому, конечно, там и дозы применяются меньше, безусловно, да, то есть это тоже такая, это просто более редкая группа пациентов, которые обращаются к нам. Так, тут у нас очень много противопоказаний, МКК, злокачественные опухоли в анамнезе когда-то или в данный момент, уточните, пожалуйста. Если в данный момент поставлен диагноз рак какого-то из какой-то локализации, то обязательно консультацию репродуктолога и решение вопроса, можно ли сейчас успеть сохранить свои яйцеклетки либо эмбрионы, а переносия беременности в этой ситуации речи нет. Есть онкологический процесс в анамнезе, то мы должны получить заключение онколога, когда уже пациент находится в стойкой ремиссии, о том, что ему возможно выношение беременности и ЭКО. У меня есть пациенты, которые получают программы КО после рака щитовидной железы в анамнезе, есть пациентка с меланомой, которая успешно родила, но у нее ремиссия более 10 лет. Поэтому в анамнезе, если есть заболевание, требуется заключение онколога о том, что мы можем сделать, какие манипуляции мы имеем право проводить данной пациентке. Вот еще несколько вопросов по поводу АМГ, потому что АМГ, это, знаете, как стало, я не знаю, им злоупотребляют. Очень, очень злоупотребляют. как часто сдавать анализы АМГ, можно ли забеременеть с таким АМГ. Вот я хочу, я, например, пытаюсь довести, что АМГ не самое главное, то есть мы оценим вообще в целом. Согласна. Мы всегда понимаем женщины и доказано, что даже с низким АМГ женщина должна пробовать беременеть в течение, например, полугода или год, в зависимости от возраста. То есть мы, значит, те вопросы по АМГ, которые вы задали, забудьте об АМГ, потому что для оценки клинического случая нужно знать очень много о вас и о вашем муже, чтобы говорить о том, сможете вы иметь ребенка или нет, и нужно ли принимать какие-то меры. И это, кстати, негативный психологический, фактор, когда женщины постоянно бегают на АМГ, а мне врач сказал, с таким АМГ они забеременеют, штыры-пыры. А я говорю, вы пробовали береть? Нет. Но мне врач сказал, что они забеременеют. С любым АМГ можно забеременеть. Вопрос просто уже возраста и запаса яйцеклеток по данному УЗИ, наличие в своей овуляции. Если есть своя овуляция, нормальная сперма, можно с первой попытки забеременеть с АМГ 005, например. Поэтому, конечно, это не является никаким фактором. АМГ и бесплодие это вещи не столько взаимосвязанные, потому что это говорит о запасе яйцеклеток, но не о функции яичников. Поэтому можно забеременеть с любым АМГ. Совершенно верно. Да, поэтому я рада, что вы это сказали. И, пожалуйста, не зацикливайтесь на АМГ. То есть с любым АМГ в реальности можно забеременеть. Так, теперь, значит, сейчас у нас много тут вопросов. Какова вероятность выживания бластоцистов группы А в отличие от Б? Примерно одинаково. А, Б – это эмбрионы хорошего качества, и те, и другие – это хорошие морфологические эмбрионы. Какова вероятность успеха с первой попытки? Вообще-то большинство публикаций рассчитаны на три попытки, то есть успех характеризуется. Ну вот, зависит, конечно, от того, здесь сложно сказать, пациентки иногда спрашивают, какова вероятность при трубном факторе. Но там же зависит от огромного количества факторов. Я не могу сказать, что первая попытка является 100% неуспешной. Зависит, если это молодой возраст, если хороший ответ яичников, мы получили хорошие эмбрионы, заморозили, перенесли, с первой попытки беременность наступила. А может, не наступила. Поэтому сложно сказать. Но... Наверное... Да, я еще добавлю, что тут еще действует фактор, что большинство первой беременности из-за агрессивного ответа эмбрионного матери как раз могут завершиться выкидышами, естественно, в зачатии. Поэтому и первая попытка при ЭКО, она может быть, скажем, не всегда успешной. Не по причине ЭКО или по причине там плохого эмбриона, а именно за того, что не состоялся хороший дипломатический вот этот контакт у матери. Она ответила слишком агрессивно на плодное яйцо, которое было перенесено. Поэтому тоже нужно учитывать. И именно поэтому большинство расчетов и вот этих эффективностей ЭКО сделаны на три попытки. Да, на три попытки. То есть все публикации, которые... Я об этом тоже объясняю в книге «Малыш, ты скоро?» как происходит выкисление эффективности ЭКО. Так, сейчас еще... Я вот по нашей статистике могу сказать, что вот разница по эффективности... Вот если мы берем просто первая, вторая, третья попытка, не считая по возрасту, по фактору бесплодия и так далее, то есть если в первой попытке вероятность где-то... Ну вот я могу данные нашей клиники сказать при переносе, то есть когда у нас есть эмбрион, мы перенесли. Где-то процентов 50, то вторая, третья попытка 54-55 процентов. Вот примерно такие цифры. Но повторюсь, это в расчете на перенос эмбриона. Вопросы. Здравствуйте. У меня пять раз на пятой неделе выкидешь был. Это получается дефект зачатия, но не совсем. Тут говорится нужно... Надо начать с генетикой. И вот форма матки, может есть анатомический дефект матки, может есть какие-то кариотипы, нужно сдать. И в плане как раз перспективы насчет ЭКО, показано будет ли вам ЭКО, зависит от многих нюансов. Если найдут, например, какой-то генетический порог, генетическую проблему, возможно, тут еще нужно вычислять, какой процент здорового потомства можете иметь, и тогда кондиционная диагностика вполне возможно. Но без обследования до ЭКО невозможно говорить о том, показано ли будет ЭКО в таком случае, если было столько выкидыша. То есть не всегда выкидыш является показанием для ЭКО. Так. Вот. Тоже я хотела задать этот вопрос. Как вы относитесь к переносу мозаичных эмбрионов по девятой хромосоме, например? Я, как врач-репродуктолог, на себя не могу брать ответственность. Я направляю пациентку обязательно к генетику. И генетик, в зависимости от того, по какой хромосоме есть изменения, она нам дает, он или она дает нам заключение. В ряде случаев, если это мозаицизм по 21, 13, 18, конечно, мы такой эмбрион переносить не будем. Если это мозаицизм по другим хромосомам, по заключению генетика, каковы риски и что может быть, если клеток патологичных будет большее количество. Безусловно, мы должны пациентов переносим мозаичным эмбрионам. Необходимо будет проходить все необходимые генетические тесты уже в течение беременности. И если, вот здесь в каком момент, что если есть эмбрионы хорошие, в смысле эуплоидные, то есть которые без изменений, мы мозаичный даже не рассматриваем для переноса. То есть мозаичный в том случае, когда нет других эмбрионов или нет возможности получить других эмбрионов. То есть если есть возможность еще простимулировать яичники и сделать снова ПГТ, лучше это сделать. Поэтому я отношусь как к самому последнему шансу с разрешения генетика. Если есть возможность получать эмбрионы, лучше получить новые эмбрионы. Я совершенно с вами согласна. И, собственно говоря, это и есть международные рекомендации. То есть мозаичный мы переносим в последний момент, если нет других или невозможно получить другие эмбрионы. И это касается вообще любого качества эмбриона. То есть есть определенные условия, когда мы не всегда переносим худшего качества эмбриона, потому что они есть, например, они живые. То есть это тоже нюансы свои. Да, у нас как раз осталось буквально минуту-две до конца. Я хочу поблагодарить Елену Николаевну за такой чудесный прямой эфир. Мы его постараемся сохранить. Извиняюсь за то, что мы начали на два часа. Раньше это моя... Нам просто не терпелось пообщаться и познакомиться с вами, Елена Петровна. А в пересчете времени просто московское эмбрионное время, значит, разное время, да. И мне сказали по Екатеринбургу, либо... По московскому. Ну не суть. Главное, что эфир состоялся. Главное, что... И если будет вот запись, если у вас будут какие-то вопросы, еще раз можете написать, когда будет время у меня и у Елены Николаевны, мы ответим на ваши вопросы. Еще раз говорю, не надо писать длинные истории клинические или вопрос типа, почему я не беременна или показанно ли ЭКО, это очень, так сказать, туманно. И мы должны знать больше фактов, да. Спасибо вам большое за эфир. Нас благодарят очень многие за этот интересный шейвый эфир. Спасибо большое, Василия. Да. И, конечно, мы даже не покрыли все нюансы, потому что даже, например, удаление там полипов, перевязка маточных труб, удаление маточных труб, это когда гидросальпинс. Да, да, да. То есть много-много такой рассеянный склероз вот у нас спрашивает. Значит, очень много вопросов, поэтому риски, вот есть ли риски развития для ребенка, суррогатная мама, донора цитов, это тоже все как бы, напишите, пожалуйста, повторите свои вопросы потом в эфире, не в эфире, а в записи, и мы будем встретить по максимуму. Всем большое спасибо за участие в этом эфире, желаю, скоро будут выходные, карантинные. Спасибо большое. Да. И спасибо вам за участие в этом интереснейшем эфире, я думаю, что мы будем еще не раз с вами встречаться. Вот, так что всего хорошего. Всего хорошего, до свидания. До свидания. До свидания.